Все равно каждая смена вносит свои коррективы и новшества в нашу работу. Новым является то, что практически 75% комиссарского состава, 75% педагогического состава, это будут ребята, которые либо были участниками сборов, это в лучшем случае, то есть в 2008 или в 2007 году, либо, к большому моему сожалению, вообще на сборах не были, а только слышали о них. И всегда мечтали приехать на сборы. Вот такая возможность открывается. Главное приобретение нынешнего года — это совершенно новый состав педагогического отряда «Крылатый». А наша программа рабочая включает ряд мероприятий, которые придуманы, продуманы нами с молодой гвардией. Ну, понятно, что этот год необычный. Во всех отношениях много говорят о 50-летии полета в космос нашего земляка Юрия Алексеевича Гагарина. Одной из страниц от торжественного открытия сборов мы посвятим как раз этой дате юбилейной. Но когда мы говорим о программе и вообще о профильной смене «Молодая гвардия», мы в первую очередь подчеркиваем связь поколений, тех молодогвардейцев, которые в Краснодоне создали подпольную организацию, которая боролась против фашизма. И, к сожалению, абсолютное большинство членов этой подпольной молодежной организации погибло. И вот в этом году исполнилось бы 85 лет одному из ярчайших организаторов «Молодой гвардии» той военной поры Олегу Кашевому. Ну и нашу смену мы как раз начнем, профильную смену мы начнем с открытого показа. Если многие смотрят по телевизору программу Гордона «Закрытый показ», то мы наоборот говорим об открытости показа старого фильма «Молодая гвардия». К сожалению, этого фильма давно не было на экранах нашего телевидения. И вот этот пробел хотя бы на уровне профильного лагеря мы осуществим в третий день нашей смены. То есть 8 числа педагогический отряд заезжает, 10 числа, вот я смотрю на сетку, мы вечером как раз и проведем открытый показ обсуждения этого фильма. И посвятим мы этот фильм 85-летию Олега Кашевого непосредственно «Молодой гвардии». Потому что те молодые люди, которые сейчас активно работают в «Молодой гвардии», активно сотрудничают с другими какими-то молодежными общественными организациями, работают в них, должны понимать, что самое дорогое у человека, самое драгоценное у человека – это его жизнь. И те люди, те молодые ребята, которые более 70 лет назад отдали свою жизнь за Родину, за наше время, они достойны уважения. И мы должны помнить о них, и мы должны нести последующим поколениям эту главную идею. стремление жить, любить свою Родину, уважать всех тех, кто находится рядом с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok